Основной канал 2Cats теперь на Rumble. Подписывайтесь. Стакада по штатам. Сипак как наш свет в конце туннеля. Прежде чем начать, я хотела бы пару слов сказать о том, что 2Cats вернули на YouTube, но оба канала наши лишены монетизации. Почему я вспомнила про YouTube? Да потому что 16 февраля неожиданно, хотя и весьма предусмотрительно, решила покинуть пост и уйти на покой после 25 лет в Big Tech, мочившая всех несогласных с мнением Демпартии, директорша YouTube, которую зовут Сюзан Вош Сики. Случилось это прямо накануне слушаний в Конгрессе, наверное, вы об этом слышали о том, как бигтековские вожаки твиттера, действуя по приказу Демпартии ФБР, затыкали рты несогласным. Так вот, Сюзан вовремя собрала манатки, не дожидаясь разборок собственных гнусных полетов. А было бы неплохо расспросить ее, на каком же основании она подвергала цензуре, астрокизму, наказаниям и преследованием на YouTube всех и тукец в том числе, чье мнение не совпадало с мнением Сюзан. Но если вы думаете, что с ее уходом гонения на YouTube закончились, то вы сильно ошибаетесь. Политика и сенсорство на YouTube продолжатся, потому что ее место занял товарищ по партии Нил Мохан, отпахавший в Google и YouTube бок о бок с Вож Сики, 15 лет. Так что до полной победы фри-спич в стане гугловодов и ютюбовцев еще далеко. Ну а пока только благодаря вашим пожертвованиям продолжаются наши эфиры на тукец, и, конечно, они стали намного реже. Но началось вещание на платформе Rumble, которое, мы надеемся, чем больше будет туда людей регистрироваться, тем скорее она будет приносить монетизацию. И вот вишенка на торте, что вот за то время, пока нас YouTube поставил в угол официально, а это те цифры, которые показывают неблагосклонный к нам YouTube, у нас зарегистрировались почти тысяча новых подписчиков. Это замечательно. А вот растущие цифры – это признание нашей работы. Это вдохновляет нас не останавливаться на достигнутом. Ну а вот темой сегодняшнего стрима, сегодняшнего видео будет CPAC, C-P-A-C, как свет в конце туннеля. Что такое CPAC? Это ежегодная конференция политических действий, консервативная конференция, на которую съезжаются консерваторы со всего мира. Вот 2 марта стартовала очередная ежегодная конференция, а это третья по значимости события в мировом консервативном движении. И на этот раз как никогда там чувствовались и выдушевление, и подъём. Как всегда, там выступили замечательные ораторы, лучшие представители консервативного движения, как Марк Левин, Джим Джордан, Мэйд Гейтс, Кэш Паттелл, Кири Лейк, Лорен Боберт и, конечно, Дональд Трамп, поддержка которого среди участников этой конференции достигла 62%. Что примечательно, что это были очень интересные встречи, зажигательные речи. Говорилось на все темы. Я очень советую вам. Я ставил в видео прямые включения с СИПАК. И очень интересно посмотреть, как выступали разные люди. И было очень-очень много молодёжи. Я внимательно следила за речами участников и считаю, что, в отличие от предыдущего года, тон выступлений был более энергичным, а темы более актуальными. Предложения и повестки выступавших более смелыми и зрелыми. И, в целом, впечатление от происходящего осталось более оптимистичным. Создавалось впечатление, что у нас действительно появился шанс не потерять нашу страну и отстоять главные американские свободы, дарованные нам Конституцией. Ну и, конечно, главным событием, самой вдохновляющей была речь Трампа, в которой он, вы знаете, что он уже выдвинулся и будет баллотироваться в 2024 году, он пообещал победить инфляцию, снизить дороговизну жизни, построить свободные города-анклавы, куда поселятся молодые и перспективные люди. И для их привлечения, так сказать, осваивать целинные земли, они получат некоторые бенефиты, включая бэби-бонусы на рождение детей. Трамп также намерен превратить США в страну, в самую индустриальную державу, закрыть границы от вторжения нелекалов, осуществив самую грандиозную их депортацию из США, изменить систему образования детей, предотвратить Третью мировую войну и положить конец войне против Украины, реформировать систему голосования и вернуть в нашу жизнь потерянный за два года управления Байдена здравый смысл, патриотизм и веру в американскую мечту. Почему мы увидели свет в конце туннеля, и он стал так особенно заметен во время вот этой конференции СИПАК? Что вдохновило участников и зрителей поверить, что наши усилия не напрасны? Почему, начиная именно с 2023 года, появился у нас вот этот осторожный оптимизм? Это после двух лет полной безнадёги. Ну, конечно, во-первых, поклон земной Илону Маску, сделавшему достоянием общественности антиконституционные действия режима Байдена, когда по указке ФБР и Национального комитета Демпартии и Минюста откровенно сенсорили и затыкали рты всем несогласным, включая президента США, заметая при этом под ковёр истории с лэптопом Хантера Байдена, правду о происхождении китайского вируса и многие другие преступления нынешней администрации. Мы все видели, что происходит, все понимали, но вот Илон Маск, он дал нам такие неопровержимые доказательства, принёс их на тарелочки, за что ему огромное спасибо. Ну, а во-вторых, я опять сажусь на своего любимого конька, потому что в условиях бесконечных манипуляций со стороны демократов мы массово вышли голосовать и способствовали тому, что в Нижней Палате пришло к власти республиканское большинство. И вот эти смелые, умные, достойные люди, настоящие патриоты Америки, вот они вот сейчас пишут историю, совершая вещи, которые казалось бы невероятными ещё всего пару месяцев назад. Мы уже видим, как два года безнаказанно разрушавшие Соединённые Штаты и наступавшие на наши свободы представители режима стали действовать поосторожнее, ибо эти и их действия наконец-то отслеживаются и подвергаются острейшей критике. Приступив к работе всего 2 января, республиканские конгрессмены уже создали две комиссии, расследующие секретные документы Байдена и финансовые нарушения их семейки. Специальная комиссия расследует связи Байдена с Коммунистической партией Китая, СССР. В Сенате проводятся слушания о политизации и превышения их полномочий Министерством юстиции и ФБР. Вносятся законопроекты, которые призваны ограничить влияние федеральных властей. Подробнее обо всем этом я расскажу во второй части видео. А пока, чтобы вы сами убедились, на каком подъеме прошли 4 дня конференции, называется она, еще раз повторю, CPAC, CPAC. Посмотрите эти видео. Наши эфиры и видео ставил Ник Ярст. Прямые включения были. И на всех наших платформах эти видео есть. Помогайте 2Cats видеопродакшн выжить. делайте пожертвования для того, чтобы наши эфиры происходили чаще. И, конечно, делитесь нашими эфирами и той информацией, которую озвучивают приходящие к нам спикеры. И обязательно смотрите те видео. Ник Берет и делает эфиры, переводя лицензионные пленки, переводя вот эти вещи, которые он находит на русский язык, доводя их до сознания каждого, анализируя. И это очень-очень интересный, но и тяжелый труд. Поэтому, пожалуйста, оцените нашу работу. И помогайте нам нашему каналу. Продолжение следует. Основной канал 2Cats теперь на Рамбу. Подписывайтесь. Стаката по штатам. Сипак. Как свет в конце туннеля. Часть 2. Как и обещала, в этой второй части я расскажу о том, что происходит в комитетах Сената и Конгресса, и почему я считаю, что республиканцы идут в правильном направлении и дают нам надежду, что все вместе мы сумеем спасти нашу страну. Неделю назад в юридическом комитете Сената на ковер был вызван министр юстиции Мерик Гарланд. И выглядел этот беспощадный борец против Трампа весьма бледно. Никогда не было у нас такого предвзятого, исполняющего любые приказы администрации министерства юстиции. Никогда. Гарланд получил хорошую встряску. Его министерство несправедливости, как его называют Трамп, обвиняют в политизации и двойных стандартах. Гарланд безуспешно пытается накопать хоть что-то на Трампа, хотя его собственный босс, самый коррумпированный политик в США и количество доказательств, свидетельствующих о финансовых нарушениях семьи Байден, откатах из Украины и вливаниях анонимных доноров из Китая просто зашкаливает. Но Гарланд не занимается ни лэптопом Хантера, якобы дело Хантера находится у судей в Делавере и он к этому отношению не имеет ни финансовыми махинациями Байдена старшего. Потому что сивый Мерин Гарланд знает одной лишь думы власть, одну, но пламенную страсть посадить Трампа и не допустить его баллотироваться до возможности баллотироваться президенты в 2024 году. Гарланд вертелся как уш, пытаясь запутать Линси Грэхэма, вопрошавшего, почему Гарланд отказывается называть террористическими организациями мексиканские картели, ввозящие фентанил, убивающий тысячи американцев. Тед Круз обвинял Мерика в том, что несмотря на сотни арестованных по делу 6 января или противников абортов, несмотря на атаку на родителей, объявленных доморощенными террористами, ни одного дела он не завел против тех отморозков от БЛМ Антифы, что преследовали судей Верховного Суда и даже угрожали им физической расправой. В результате анонимного голосования Сенат принял закон, предложенный Джошем Хоули о полном рассекречивании всей закрытой информации о происхождении китайского вируса. Тот же Джош Хоули представит в понедельник свой новый билл, призванный запретить сток трейдинг, то есть торговлю акциями для чиновников исполнительной власти. Началась работа специального комитета нижней палаты, в котором республиканцы Конгресса всерьез занялись проделками Китая и связями Байдена с Коммунистической партией Китая CCP. Расследуются также вопросы китайского влияния и шпионажа через ТикТок и того, каким образом на территории США появились китайские полицейские участки. Ну и, конечно, главный приоритет комитета происхождения китайского вируса, который, как уже доказано, вырвался убивать народы мира из Уханской лаборатории. Всего за два месяца республиканцы поставили на уши администрацию, заставив ее представителей отбиваться от расследований и слушаний в комитетах Конгресса и Сената. Да, не в их власти отправить всю эту шайку на нары, как они того заслуживают, но выявить доказать и показать людям уровень коррумпированности нынешнего руководства, правовой беспредел властей и преследующих своих политических оппонентов, это в их юрисдикции, и они отлично с этими задачами справляются. о том, насколько разворошены пчелиные олии, насколько разворошили пчелиные олии и как встревожены демократы, особенно семья Байдена, говорят, говорит несколько фактов. Чувствую, что республиканцы уже располагают очень важными документами и дышат им в спину, адвокаты Байдена все чаще проводят с ним тайные встречи в укромных уголках, где их никто не услышит, таких, например, как офис Эйзенхауэра, который в свое время использовался генералом армии только для обсуждения самых важных и секретных военных тем. Ну, сама команда юристов, защищающих Хантера, распадается. Адвокат, занимавшийся криминальными делишками Байдена-младшего, самоустранился, отказавшись продолжать участвовать в процессе. Из других новостей. На прошедшей неделе жители Чикаго отправили на пенсию жуткую как снаружи, так и внутри мэр-шу города Чикаго Лори Лайтфуд. В результате голосований Лори пришла к финишу аж третий с 16% голосов. Вот до какой степени дошла не любовь народная к самой ужасной городоначальнице, при которой преступность взлетела на 44%, а она тратила народные средства только на защиту себя любимой, не обращая внимания на то, как Чикаго превратился в криминальные джунгли. Причем винила Лори Лайтфуд во всем происходившем. Конечно же расизм. Так как ни один кандидат не набрал 50% голосов, в апреле состоится второй этап голосования, но участвовать в нем будут только два кандидата, набравшие большее количество голосов. Лайтфуд в эту первую двойку, к счастью, не вошла. Так что новый виток выборов пройдет уже без нее. И теперь ей придется обеспечивать безопасность своей семьи в таком небезопасном по ее же вине городе, как Чикаго, придется ей и своего а не общественного кармана. Джон Феттерман, возведенный на трон сенатора Пенсильвании в результате спецоперации при личном участии губернатора Нью-Йорка Кэти Хокул, Джо Байдена и Чака Шумера вот уже две недели прибывает в госпитале, где лечится от депрессии, последовавшей в результате перенесенного им инсульта. В то же время жена Джона укатилась с детьми в Канаду. О состоянии сенатора народу не докладывают, но вот губернатор Пенсильвании Вольф ни в какую не хочет поставить хотя бы на время кого-то замещать сенатора, не давая никому занять этот пост. А вот когда вернется из госпиталя сам сенатор, тайна сия велика есть. Ну и напоследок, как на последней странице таблоида, о свадьбах и разводах. Кори Буш, та самая конгрессменша из скандального демосквода, топившая за сокращение финансирования полиции, но при этом державшая за деньги налогоплательщиков целый штат охранников, тайно вышла замуж за одного из своих стражей, которому перепали в 2022 году из рук работодательницы, а ныне жены, 60 тысяч долларов. Причем страж этот, обернувшийся мужем, даже не имел надлежащей лицензии и не имел права работать в качестве частного охранника Сент-Луиси. Всего же ненавистница защитников правопорядка выплатила одной фирме на охрану своей важной жизни 225 тысяч долларов, и еще 50 тысяч некоему субъекту по имени Даниэль. Платила эта конгресслумен из фондов своей избирательной кампании, что является прямым нарушением. И республиканцы конгресса требуют провести по этим фактам расследование. Вообще у демократов очень распространена привычка делиться деньгами, полученными на избирательную кампанию, с членами семьи. Славятся этим Максим Уоттерс, Джеймс Клейборн и Элхан Умар, регулярно отстегивающие мужьям и детям сотни и даже миллионы баксов. Вот, например, в случае Самар, так она перечислила последнему своему мужу, мужей у нее было много, видимо, ислам позволяет, около трех миллионов долларов, трех миллионов из денег, полученных на свою избирательную кампанию. Республиканец Пэт Феллон из Техаса уже выдвинул законопроект Family Integrity Tool Reform Elections Act, который призван запретить выплаты близким родственников из фондов на избирательную кампанию. Прекрасный билл. Ну, а вот республиканка Келлен Конвей одна из самых ярких и влиятельных советников Трампа, та, наоборот, развелась после 22 лет совместной жизни со своим несносным Джорджем Конвейем, одним из основателей Линкольн-проекта, страдавшим посттравматическим синдромом ненависти к 45-му президенту. В августе 2020 года Келлен покинула администрацию Трампа в связи с проблемами у дочери, обвинившей родителей, что чувствуют себя заброшенной и одинокой. Но склеить обломки семьи так и не удалось. И в 2022 году Келлен назвала одной из причин развода неустанную критику Босса, то есть Трампа, со стороны мужа Джорджа. Келлен обозначил эту проблему cheating with tweeting, то есть Джордж изменял ей, но не с женщиной, а с твиттером, потому как Джордж, как подорванный, строчил твиты, обвиняя Трампа во всех мыслимых и немыслимых грехах. Мне лично всегда казался этот брак мезальянсом и было странно, что эта умная интеллигентная женщина уживается, непонятно как, уживается с чудовищем по имени Джордж. Бывший босс Трамп одним из первых откликнулся на эту новость и, как всегда, кратко и четко сформулировал главное. Наконец-то свободно! Свободно от чудовищной удавки, висевшей на ее шее. Поздравляю! Келейн прекрасный человек и теперь начнет вести ту жизнь, которую она достойна. на сегодня это все новости. Смотрите, пожалуйста, наши эфиры и видео. Посмотрите видео СИПАК и, возможно, согласитесь со мной или нет в том, что для меня лично это событие, эта конференция показалась как бы светом в конце туннеля. и, пожалуйста, помогайте тукец выжить, делая пожертвования. Делитесь нашими эфирами и той информацией, которую озвучивают наши спикеры. Это очень важная и бесценная информация, которую, к сожалению, от нас основные масс-медиа скрывают и мы ее как бы добываем по крупицам. Давайте вместе отстаивать наши ценности, чтобы не допустить... Основной канал Тукец теперь на Рамбл. Подписывайтесь. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok